В сентябре этого года свои двери для студентов планируют распахнуть университет АКФА. Участие во вступительных экзаменах приняли 908 абитуриентов. Напомним, что попытать свою удачу и подать документы в ВУЗ могли выпускники местных и зарубежных лицеев, колледжей и школ, прошедшие требования знания английского языка. Главная новость. В текущем году ВУЗ примет 200 студентов, 100 из которых самыми высокими результатами смогут обучаться бесплатно каждый семестр. Обучение на бакалавриате составит 6 лет. У нас есть одно особое случай, что 100 мест грант выдаются только за семестр в течение 6 лет. Это было специально сделано, чтобы каждый семестр студент, у него была мотивация, чтобы учиться лучше и лучше. К примеру, студент вступительных экзаменов поступил в грант, но в первом семестре обучается очень плохо. В таком случае студент может обратно попасть в контракт, а студент, который обучается в контракте, может попасть в бюджет. На 2019-2020 учебный год сумма контракта установлена 58 миллионов сумм. В данный момент университет Аква идет строительство. В связи с этим мы на 2019-2020 учебный год наше обучение будет вестись в Туринском университете. Ответы на вступительные экзамены мы оповестим студентам через наш официальный сайт на 31 июля. Абитуриенты сдавали письменный экзамен по химии, биологии и математике на английском языке. По каждому из них 20 вопросов, на решение которых отводится 2 часа. Максимальная оценка, которую может получить абитуриент за выполнение всей экзаменационной работы – 300 баллов. Интересно, что экзаменационные вопросники были подготовлены профессорами Медицинского колледжа Южной Кореи Гачон. Южнокорейские специалисты контролировали и сам процесс вступительных экзаменов. Они также в ответе за проверку вопросников и объявление окончательных результатов. Я выбрала Аква-университет, потому что он предлагает довольно широкий спектр возможностей. Во-первых, образование на английском языке. Это уже дает какую-то надежду на развитие карьеры как в Узбекистане, так и за границей. И в дальнейшем, надеюсь, все-таки поступить, во-первых, а во-вторых, пройти стажировку в других государствах и вернуться, конечно же, в Узбекистан. Чтобы помогать здесь развивать медицину. По-моему, это впервые в Узбекистане, чтобы для медицины обратили такое большое внимание. И я думаю, что если я поступлю в Аква-Медлайн, я еще подумаю учиться здесь. Потому что мне нравятся условия, которые они предлагают. И преподавать будут все иностранные учителя, профессора. И я думаю, что это повлияет очень хорошо на будущее медицины Узбекистана. Для обеспечения прозрачности и открытости экзаменов руководство учебного заведения организовало онлайн-трансляцию на своих страницах в социальных сетях. За этим процессом в режиме реального времени могли наблюдать и родители абитуриентов. Аква-Медлайн в этом роли участвует как учредитель этого университета. Также он предоставляет стажировку этим студентам в своей территории. Они будут изначально, с первого, со второго курса, могут приходить в клинику, проходить разные отрасли, выбрать себе любимую профессию, чем они в дальнейшем будут заниматься после шестого курса. Они могут выбрать и там участвовать. Мы будем этому обучать и способствовать. Добавим, в 2019-2020 году студенты принимаются только на медицинский факультет. В последующие годы планируется открытие таких направлений, как архитектура, инженерное дело и дизайн.